Всем привет! С вами Саня из UwebDesign. Как вы, наверное, уже догадались по обойке. Сегодня попробуем посмотреть с вами, пощупать новый текстовый редактор от GitHub. Называется он Atom. Он порядком нашумел на этой неделе. Во всех новостных лентах было. Встречайте новый редактор от GitHub в статусе бета. С нами паблики поделились клиентом под macOS. По-моему, версия 0.6.60. Посмотрим еще. И давайте посмотрим, как это все выглядит. Нас приветствует markdown-файл welcome.md. И на шестой строке сразу бросается в глаза информация о том, что редактор бесплатный в течение бета-периода. Я не представляю, чего в нем добавят такого уж серьезного, чтобы за него заставить платить. Ну, то есть, на самом деле, я не считаю зазорным платить за ПО, но если это подразумевается как текстовый редактор, то, наверное, в нем действительно добавили что-то... Планируют добавить гениальное, потому что на данный момент он обычный. Но сейчас по пунктам пройдемся. Редактор сделан с использованием веб-технологий, то есть, html, css, javascript. И использует движок Chromium. Ну, то есть, я прям могу открыть инструменты разработчика. Command-Alt-I, по-моему. И инспектить элементы прям вот как будто каждая страница с кодом. Это вот отрендеренная веб-страница. Можно смотреть стили. Смотреть, как здесь верстка реализована. Здесь вот какой-то большой оверлей див, который мне не дает посмотреть под него. Но я посмотрю сейчас другой. Вот. Pains, Pains Active, Item Views, Editor, Gutter. И открыть, если lines. Каждая линия — это отдельный див. Ну, то есть, конечно, сейчас какие-нибудь верстальщики, наверное, начинают грызть ногти от того, как здесь все. Куча несемантических дивов и так далее. Но это тут такое. Такое. На данный момент, я думаю, пойдет. Ну, как вы уже догадались, можно, наверное, писать какие-нибудь стили. Прямо сразу менять каждую строку. Но об этом позже я расскажу, когда расскажу про то, какие темы можно применять, как их кастомизировать. Это все не воспрещается. Для того, чтобы реализовать интерфейс с пользователем и управлением файлами используется Node.js и нативный API. Ну, то есть, я вот прям открываю диалог открытия файлов, и стандартный нативный диалог из macOS всплывает и позволяет нам выбрать, какие файлы открыть. Попробуем сейчас реальный проект какой-нибудь открыть, посмотреть, как работа с текстом непосредственно осуществляется. В конце концов, это текстовый редактор. Я вот на рабочем столе сделал папку AtomTest. Кстати, непонятно почему, но когда я переношу папку на окно, я ожидаю, что она откроется именно в этом окне. Но на самом деле происходит обратно. Я перенес, и он открыл мне отдельное окно, как вы видите. И это немного в замешательство меня вводит. Если я хочу открыть что-то в отдельном окне, то я, наверное, просто открою терминал, напишу openapplication.atom.pub какой-нибудь и сразу открою здесь. Ну, как бы то ни было, разработчики сделали это примерно так. Оп, у меня док вылез. Да, и поэтому будем как-то с этим жить. Я создал вот этот AtomTest, это обычный компас проект. То есть я писал компас create, название папки, нажал enter, он создал стандартное дерево файлов, sas, style sheets и рубежский конфиг для этого компас проекта. Ну, здесь из самого такого нужного мы будем менять здесь output style на compressed, ну, просто для того, чтобы смотреть, как Atom работает с большими файлами в разных видах. На самом деле, стандартная темка даже довольно-таки приятная. Зелёный цвет, всё контрастное. Хотя, я думаю, большинство тех, кто сейчас смотрит этот скринкаст, привыкли к sublime-овскому на кай. Я их за это даже не виню. Хотя, я вообще сам sublime-ом не пользуюсь. Но это я в конце тоже добавлю, когда буду сравнивать эти редакторы. Вообще, выглядит он точь-в-точь как sublime, даже вот эти вкладочки, я так понимаю, чтобы всем отвыкать не пришлось, привыкать заново. Дерево проекта, которое, кстати, можно отключить горячими клавишами command и backslash. То есть, для тех, кому, кого это отвлекает, он привык работать в нескольких вкладках и распределять их по окну. Ну, если работать непосредственно с текстом, то давайте откроем какой-нибудь CSS-файл для того, чтобы... Это я несколько bootstrap'ов скомпилировал в один файл, просто чтобы было побольше текста, с которым можно работать. Самое примечательное, это то, что в sublime нужно было жать command-shift-v для того, чтобы копировать с индентацией. Здесь достаточно просто command-v и, как вы видите, вся вставка происходит уже с учетом индентации. Мне приходится об этом потом беспокоиться, когда мы будем форматировать код. Вообще, практически все горячие клавиши можно найти в меню. По-моему, command-shift-p, да. Здесь все горячие клавиши, которые используются, в виде такого большого списка. Кстати, если мы закрыли welcome-md, я надеюсь, вы его очень скоро закроете, можно сразу вернуть его обратно. Command-shift-p, welcome, enter, и здесь все это уже есть. Кстати, нам здесь предлагают попробовать одно из расширений, markdown-preview, command-shift-p, markdown, enter, и здесь мы сразу видим примерно, как это будет выглядеть на GitHub'е или где-нибудь на блоге, если вы пишете посты с markdown'ом. Непонятно только, как перенести это все вниз. Я привык, когда markdown-preview снизу окна. Здесь даже нельзя навести и как-то resize сделать. Ну, наверное, это просто в следующих версиях как-нибудь пофиксят. Короче говоря, все хот-кей можно посмотреть на command-shift-p, ну, или вот во всех этих менюшках, которые здесь представлены. Edit, тут бесконечное количество разных сочетаний клавишей. CodeFolding работает, можно сворачивать туда-сюда, удобно. Увеличу шрифт, может, кому-то не видно. Также Atom поддерживает сниппеты, то есть как то, к чему мы уже привыкли в Sublime'е, можно создать своих сниппетов, которые будут очень, ну, позволят сократить время написания кода. Я сам люблю Emet использовать, то есть практически мгновенно можно писать любые свойства в CSS, в HTML, даже в PHP файлах работают стандартные HTML с Emet сниппетой, да, но на самом деле это все можно изменить здесь Open Your Config, Init Script, Keymap, Snippets, это все CSON файлы, CoffeeScript, Object Notation, на самом деле не люблю CoffeeScript, меня смущает все это отсутствие скобок, точек с запятой, ну, это, наверное, конечно, дело привычки, напишите в комментариях, если используете CoffeeScript, и почему вы это делаете, потому что мне не всегда понятно зачем, но тем не менее, для тех, кто привык работать в терминале, можно просто открыть, я, вот эту команду Open Dash A, я забиндил просто на Atom, поэтому открою в папке пользователя, есть директория Atom, и можно открыть в отдельном окне, и все вот эти CoffeeScript Object Notation файлы здесь лежат, можно их кастомизировать, ну, то есть сниппеты можно, его даже раскомментировать нет смысла, потому что он уже существует, если мы, допустим, в JavaScript файлах сделаем сниппет NewWebDesign по команде UVD у нас будет выводиться ссылка на паблик и курсор будет переноситься после пробела, сохраняем этот файл, создаем здесь новый вставив, решится просто UVD JS UVD Tab и ссылка уже здесь, пробел, можем дальше как-то что-то двигаться, например, если сочетать это с Эммитом, кстати, подсветку синтаксис можно здесь снизу сменить, с JavaScript на, например, HTML ну вдруг и о, ну тут да, некие наложения произошли, если вообще здесь добавлю JavaScript, наверное, сработает, да, можно было, конечно же, сразу в сниппетах прописать HTML, но это так все в плане демонстрации, то же самое с keymap можно биндить любые клавиши на конкретные события, ну тут их все запоминать, наверное, очень сложно, поэтому если открыть здесь визуальный редактор, здесь в preferences, то можно скопировать конкретные события, побольше открою, и кастомизировать их впоследствии в этом файле, потому что напрямую редактировать сурсы, конечно, глупо, после обновления версии все ваши keymap и сниппеты пропадут, поэтому лучше в папке пользователя это все менять, и впоследствии оно будет применено к любым версиям-редакторам, и да, будет проще намного это все работать. Если дальше рассматривать настройки по порядку, то тут можно написать, какие файлы будут игнорироваться, непонятно, DS Store должен игнорироваться, но не игнорируется, скорее всего в статусе бета находится, поэтому немного это все не работает, хотя, может, я просто что-то не понял. Можно менять шрифт, например, Manlo, дефолтный шрифт для консоли в macOS, на pt-mono прописать, тоже хорошие шрифты, моноширинные с поддержкой кириллицы, менять размер, переборщил, конечно, 58, 28, короче говоря, кастомизировать как угодно, то есть, сразу шрифт уже другой, если заметите. Так, 16 дефолтный, пусть будет, теперь, что касается плагинов, наверное, ключевой особенностью Atom является его модульность, то есть, на самом деле, даже весь редактор, он из кучи модулей состоит, подсветка синтексиса в разных языках, вот даже то, что мы сейчас смотрим, настройки, это отдельный модуль, который можно выключить, обновить, кстати, здесь постоянно каждый модуль обновляется, просит установку, ну, давайте попробуем, что-то тут, окрасив другой цвет, я какой-то модуль тут обновлял, и он мне ошибку написал, нет, этот не написал, короче говоря, весь редактор модульный, это упрощает разработку, и, наверное, даже особо не влияет на использование, но, допустим, вы, возможно, вы знаете, что никогда не будете писать программы на Go, можете его просто отключить, сэкономить одну миллисекунду, возможно, кому-то будет критично, вот, что касается экрана Packages, нам здесь рекомендуют какие-то другие плагины, ну, вот, Vim Mode, это, конечно, для таких пацанов, которые привыкли на Vim и кодить еще на Unix, или, может быть, просто выпендриваются, или, может быть, просто удобно, это я не знаю, я не настолько вникал в это все, и пока как-то без надобности, может, потом меня укусит кто-нибудь, и я тоже попробую, может быть, даже про это видео снимем, ну, давайте попробуем стандартный, не стандартный, советуемый плагин Zen поставить, это аналог сублаймовского режима Don't Distract Mode, как-то так он называется, короче говоря, когда мы редактируем код, мы можем нажать Command-Ctrl-Z и наш код прям по центру так расположится, и мы можем его писать и не запариваться ни о чем, забыть о дереве проекта, о вкладках, в общем, такое, да, Zen программирование, может быть, кому-то это все придется кстати, ну, и что касается тем, то тут темы подразделяются на две категории, ну, то есть не на две категории, а область интерфейса самого и редактора кода стилизуются разными темами, поэтому UI-Theme, ну, их мало, потому что в основном интерфейс, наверное, у всех или темный, или светлый, ну, максимум с какими-то цветами, акцентами, я думаю, большинство людей кастомизирует все-таки непосредственно редактор кода, ну, давайте посмотрим, вот, Soda Light, это я уже установил, Atom Dark, Atom Light, это дефолтные, давайте попробуем, светлые, я в какой-то момент перешел в светлую тему в Photoshop, вот так вот все выглядит, и как-то мне даже больше стало нравится, какие-то новые ощущения, поэтому, возможно, я в редакторах кода тоже попробую перейти на светлую тему, Atom Light, например, но, что касается Atom Light, то она такая, она не очень контрастная, комментарии курсивом выделены, я привык, что они просто выделены серым цветом, а не курсивом, поэтому меня немного это сбивает еще с толку, вот если мы вернемся, нет, don't save, вот, вот, в проект Atom Test, кроме здесь тоже настройки, то видно, что в CSS очень неконтрастные свойства, правила, значения, ничего, непонятно, каким цветом выделено, вот здесь немного атрибуты выделены, селекторы атрибутов, но это тоже такое, не самое популярное по использованию, поэтому, ну вот, если смотреть Sass Syntexis, то, ну тут так, короче говоря, то, что в кавычках выделено, все остальное нет, это как-то даже не очень, поэтому можно посмотреть, какие еще стандартные темы здесь предлагают, ну вот, кстати, Аманакай, она здесь тоже есть, поэтому, кто может вот на это смотреть, я лично не очень могу, мне бьет по глазам, поэтому, как-то, ну, увеличу шрифт, ну, не знаю, не привык, я вообще пользуюсь брекетсом и стандартной темой Light Table, не стандартной, там тоже расширение темы, короче говоря, она вот такая, слабенькая, и, по-моему, самое то. Вот, и весь поиск и установка тем очень простая, можно прямо здесь писать, я не знаю, Light напишем, давайте, может быть, какие-то еще остались, не остались, Space Gray, насколько я помню, было несколько тем, долго как-то ищет, да, что-то, а, вот, нашел, Space Gray, ну, просто жмем Install, тема установлена, можно сразу здесь будет выбрать, Cancel Light, тоже такая, легкая, постельных тонов тема, не для всех, так, ну, и, если говорить о кастомизации дальнейшей, то вот, открыть Open Your Style Sheet, Editor, предварительно можно посмотреть, какой, именно, кусок мы хотим кастомизировать, очень быстро, это все сейчас попробуем, Source, CSS, Property List, Property Name, ну, допустим, так, 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 здесь, кстати, так же, как редактор использует CoffeeScript, он использует при процессоре лес, я вот сам в основном с SAS, пользуюсь, но я читал интервью, интервью, не интервью, issue на GitHub, в котором ребята, которые разрабатывают, написали, что лесом просто удобно пользоваться, потому что есть JavaScript компилятор, парсер, на самом деле, для SAS он тоже есть лип SAS, и его Hampton, Кэтлин, который сделал SAS, тоже написал, но, что-то как-то ребята, видимо, решили не пользоваться, ну, они, другой путь выбрали, Node.js, CoffeeScript, лес, короче говоря, Property Name, так, так, это класс, можно сделать размер, я не знаю, с 8 пикселей, Lion, и хейт полторы, ну, вот оно прям применилось на глазах, здесь же в редакторе, наверное, большинству людей хватит стандартной кастомизации на уровне темы, или того экрана настройки, который есть, вот самый первый, но для тех, кому нравится больше не код писать, а обживать редактор, наверное, эти все настройки придутся по душе, сейчас удалю это все, так, так, вот так, и теперь попробуем сравнить производительность, вообще, я очень скептически отнес, вот отношусь к редакторам, которые сделаны с помощью веб-технологий, потому что они тормозят в большинстве случаев, я пользуюсь брекетсом версии, наверное, с 10 или с 15, где-то так, ну, то есть уже около года, и он очень сильно тормозил раньше на больших файлах, то есть прям вот, если в файле хотя бы 5000 строк, то он его грузил, и поиск осуществлял очень-очень долго, я для этого придумал бенчмарк, которым будем сейчас это все измерять, я скачал брекетс, последний, поставил себе третий sublime, он там сейчас тоже в статусе бета находится, но посмотрим, посмотрим, насколько он адекватно работает, везде добавил эту папку Atom Test, здесь вот sas-файл, который импортирует просто bootstrap, я скачал стандартный CSS bootstrap, изменил расширение на sss, добавил подчеркивание, чтобы он напрямую не компилировался, и включил его вот в этот файл. Сейчас я сделаю, включу вотчера компасовского, и на папку Atom Test, я его запускаю из-под супер-юзера, потому что я использую не Ruby Virtual Machine, а дефолтный Ruby, который строен в macOS, потому что программа CodeKit, которую я использую для task management, вместо гранта, галпа и прочих task managers из командной строки, я использую CodeKit, такая программа с интерфейсом, здесь можно добавлять проекты, это компас проекты, это просто проекты, ну и она точно так же следит за всеми изменениями в папках, можно все скрипты, стили компилировать в один, сжимать, тоже огромное количество разных действий осуществлять, но сейчас для наглядности я просто компас включил, чтобы он компилировал все на лету, в общем, на выходе у нас вот такой CSS файл, в нем сейчас по 7253 строки, то есть, если тут посмотрим, должно быть примерно столько же, да, и здесь, все, пока все нормально работает, давайте попробуем на лету перекомпилировать, добавить еще один bootstrap, все, нас проинформировали, файл изменился, текст CSS, включаем в брекетсах, уже в два раза больше строк, 16000, поиск осуществляется очень даже шустро, вы видели, как здесь обновилось совсем не сразу, то есть, как бы в несколько секунд была задержка, но, в принципе, скроллинг шустрый, поиск, тоже довольно-таки шустрый, саблайм, все обновляется только после того, как я кликаю, это даже, это удобно, если вдруг я не хотел этого, и здесь у меня лишние пары десятков тысяч строк, чтобы не нагружать мощности компьютера, не то, чтобы у меня такой слабый компьютер был, но тем не менее, вот, сейчас добавим еще один, посмотрим, здесь сразу же, или нет, не сразу, а, это компас долго компилировал, постоль как скомпилировал, добавил сразу же, здесь тоже, а здесь все еще нет, здесь повисло, давайте посмотрим, как долго будет висеть, какое-то время, но я думаю, это все пока из-за того, что разработка ведется, статус бета обязывает, тем не менее, есть, вот тут я еще заготовил файл, тест output, здесь, по-моему, все 6 bootstrap'ов я скомпилировал, здесь получилось 153, 154, да, 154 тысячи строк, и 3,5 мегабайта этот файл весит, sublime его тоже без проблем открывает, какая-то полусекундная задержка, все, можно скроллинг осуществлять, все нормально, даже поиск работает, control, command, G, да, здесь, соответственно, тоже, контейнер, то Atom не открывает такой файл, он показывает мне инструменты разработчика, пишет кучу ошибок, и говорит о том, что на данный момент Atom открывает файлы только меньше 1 мегабайта, я думаю, не самое суровое ограничение, но тем не менее, как факт, хотелось тоже немного заострить на нем внимание, ну вот, примерно так я видел обзор этого редактора, пишите в комментариях, как вам, подписывайтесь на паблик, на аккаунт в твиттере, и всего хорошего, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok